Медики и педагоги, спортсмены и строители, работники культуры, торговли и социальной сферы. Среди людей, которые сегодня подымались на сцену летнего амфитеатра в рамках церемонии Человек-года, представители различных профессиональных областей. Несмотря на то, что круг обязанностей и сфера интересов у награжденных совершенно различная, но есть и то, что всех их объединяет. Большая любовь к делу, которым занимаются, и трудолюбие, без которого они считают подобный успех, был бы невозможен. А мы другой себе целью не ставим. Мы должны быть первыми. Вы сами знаете, что Савушкин продукт на сегодня таким и является. Да не только сегодня, а уже последних пять лет мы умеренно держим марку в отрасли переработки молока в Республике Беларусь. Поэтому это не моя награда, еще раз повторяю. Это награда всего нашей коллектива трехтысячного. И надеюсь, что мы будем крепко держать это знамя. Но каждодневный кропотливый труд – это не рецепт успеха, а скорее стиль жизни. Ведь по собственному признанию победителей, занимать лидирующие позиции и получать высокие награды – не основная цель и задача. Первое, что должно стоять в планах у человека, выбравшего свой профессиональный путь, это желание продуктивно трудиться и стать настоящим специалистом. Естественно, это очень волнительно и в то же время ответственно, потому что это дает уверенность и ответственность на будущее, на работу, на борьбу с присутствием. Это большая награда, но эта награда не дана только одному мне, это дана награда всему нашему коллективу, который работал вместе со мной. Награждая победителей соревнований за достижения в 2013 году наилучших результатов в выполнении показателей социально-экономического развития, а также тех, кто удостоен звания «Человек-года», руководитель области Константин Сумар выразил уверенность в том, что подобные успехи, как в жизни каждого, кто выходил на сцену, так и в жизни Брещены, далеко не последние. Трудолюбие и желание развиваться непременно принесут еще много званий и наград. Очень хорошо, что мы эти награждения ежегодно проворачиваем именно к дню труда, к 1 мая. И вот те традиции, которые закладывались десятки, десятки лет назад, мы их сохранили. И самое главное, мы помним и сохраняем традиции не только культурные или исторические, но мы тем самым даем дань уважения традиции, как к труду. Это, я считаю, самая основная традиция всего нашего народа и нашего Брещана – это трудиться на благо развития своего региона, на то, чтобы он был богаче. Увенчало торжественную церемонию вручения наград победителям ежегодного смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Профсоюзное движение Беларуси отмечает 110-летний юбилей и стать первым в такой год для лучших профессий приятно вдвойне. Тем более, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Впереди еще много непокоренных вершин, которые, возможно, ждут именно берестейцев – трудолюбивых и настойчивых, упорных и талантливых, настоящих профессионалов с большой буквы.